We don't need no education, we don't need no thoughts control, no dark sarcasm in the classroom, teacher leave the kids alone. Okay, сейчас я буду говорить и на английском, и на русском, что такое система оценок, и как она работает. Или точнее, почему она не работает вообще, и что с ней в принципе нужно делать. Школы, как вы знаете, ввели эту систему совсем недавно. Может быть 100 лет назад, может быть 200, в принципе, тому, кому это очень интересно, может посмотреть это самостоятельно в Википедии. Я хочу сказать о том, что система оценок изначально не была предусмотрена в Академии Платона или в Академии Аристотеля. И никто в таком режиме не работал, потому что в первую очередь это, конечно же, убивает желание учиться вообще. Человек, который хочет учиться, привыкает к тому, что за процесс обучения, то есть за то, что он занимается чем-то, он всегда получает оценки. И на протяжении 10 лет или какого-то там ни было периода, в течение которого он учится в школе, в институте и так далее, он привыкает учиться, получает за свое обучение оценки. И затем он не учится вообще. Как только он выходит из школы, из института, как правило, ну не все, конечно, не все, я не говорю о всех, но 90% учащихся, студентов перестают учиться совершенно. Почему? Потому что они больше не получают оценок, больше никто им не ставит, ни пятерки, ни двойки, ни тройки, никто не контролирует их обучение, и они просто забивают. В принципе, теоретически, каждый человек мог бы учиться на протяжении всей своей жизни, тратить на это 1-2 часа в день и получать от этого массу удовольствия, как делают, в принципе, ученые, которые учатся на протяжении всей жизни и вообще не работают, и занимаются исключительно наукой. Ну, так же можно и в любой сфере, то есть любой человек, любой абсолютно, там, будь он каменщиком, будь он с кем-то, не знаю, инженером, фрезеровщиком, водителем, такси, неважно, продавцом, мог бы 1 или 2 часа в день совершенствовать свою профессию, совершенствовать свои знания в той или иной области. Вот, и от этого становиться постоянно лучше, 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 лучше. Но вместо того, чтобы это делать, он приходит с работы и бухает, или приходит с работы и там валяется, смотрит телевизор. То есть, вообще, ну, не как бы не он, не один человек, а вообще большинство людей. Я говорю сейчас о массе. Если ты относишься к этой массе, то, скорее всего, ты так и делаешь. Ты работаешь до 5-6 часов, потом возвращаешься домой, смотришь телевизор, там, читаешь газету, не знаю, лазишь в интернете 3-4 часа, ничего не... Читая тоже всякие посты каких-то, каких-то людей, да, и в итоге о процессе образования, о процессе дальнейшего обучения не имеешь никакого представления. Вот. Почему? Потому что, действительно, система оценок, она не работает. Человек вырабатывает мотивацию внешнюю, которая держит его на протяжении длительного периода времени, там, я уже говорил, 5-10 лет, сколько бы там ни было. И привыкнув к этой мотивации, как только эта мотивация исчезает, человек перестает учиться, поскольку мотивации у него дальнейшей нет. Если бы его, например, приучили получать знания, учить что-то, там, биологию, физику, математику, химию, что угодно, не важно. Просто научили бы получать удовольствие просто от обучения, от изучения этих вещей. Объяснили бы ему, что изучение биологии позволяет ему многое, многое узнать о строении организма, о строении, можно изучать социальную биологию, да, о строении его тела, о работе его органов, да, там, физиологии, ну, не важно. В общем, любая, любая наука, она, в принципе, имеет смысл, поскольку позволяет человеку лучше разобраться в чем-то. Например, ну что, ну та же, да, та же биология, раз уж я начал говорить о биологии, да, занимаясь ежедневной биологией по часу или по 2 часа в день человек на протяжении 50 лет дойдет до очень глубокого, очень ясного, очень отчетливого понимания таких вещей, которых он, в принципе, не может понимать, не занимаясь биологией или занимаясь биологией только в школе, в то время, когда она ему совершенно еще непонятна и в то время, когда он получает за это оценки. То же самое со всеми остальными знаниями, с физикой, с математикой. Оценки отбивают желание учиться. И это нужно понять, поскольку, если это не понять, то имеет, то ты рискуешь, если ты учишься сейчас в школе или в институте, выработать внутреннюю, упустить, упустить выработку внутренней мотивации, выработать внешнюю, что, конечно же, приведет к тому, что ты перестанешь учиться вообще. А учиться – это реально здорово, это реально интересно. И люди, которые учатся постоянно, которые совершенствуют свои знания, совершенствуют свое понимание тех или иных вещей на протяжении жизни, они, ну не то чтобы они успешнее других людей или они лучше других людей. Ну, просто представь, что, например, один человек нуждается, ну, в выпивке, да, там, вечером в пятницу встретиться с друзьями и побухать, да, а другой человек нуждается, например, или в футбол посмотреть, да, или, там, не знаю, или ТВ-шоу, какое-нибудь кино посмотреть. И реально получает от этого удовольствие. То есть для него это что-то, что делает его жизнь ярче, насыщеннее, там, не знаю, интереснее, счастливее. Да, а для другого человека достаточно позаниматься точно так же час или два часа биологии, и он получит те же самые эмоции, те же самые ощущения. И сделает свою жизнь, как бы, ярче, красочнее и счастливее. Не только на длинной дистанции, да, если мы говорим про короткий отрезок, про неделю, про месяц, про год, то занять, то, там, побухать с друзьями, посмотреть телевизор, посмотреть футбол, ну, это, в принципе, это даст, да, даст определенные, там, определенные эмоции, но это никогда не будет совершенствовать эти эмоции. То есть, тогда ты будешь лучше понимать в футболе, у тебя будут более, может быть, налаженные отношения с друзьями, а может быть, наоборот, не налаженные и так далее. Но на длинной дистанции это не даст практически ничего. То есть, это не развивается. За 10 лет примерно такие же отношения будут с друзьями, если ты будешь с ними каждую неделю бухать, как и за год, да. В футболе ты будешь примерно так же понимать, он тебе так же будет нравиться, если ты будешь смотреть его месяц или год, или 10 лет. То же, но если ты будешь заниматься какой-то наукой, неважно какой, язык изучай, занимайся физикой, математикой, то, что тебе нравится, все, что угодно. Ты продвигаешься за 10 лет на такие расстояния, что, ну, твои знания, твое понимание становятся в этой науке таким же глубоким, как знание и понимание какого-нибудь профессора, который преподает в университете. За счет чего профессор получает возможность преподавать? За счет того, что он углубляется в какую-то область знаний на протяжении короткого периода времени, например, 5 лет, да, в институте, в аспирантуре, в магистратуре, там пишет какую-нибудь кандидатскую, докторскую, неважно. И затем, получив этот объем знаний, грубо говоря, нырнув на дно, достав оттуда, короче, жемчужину какую-то, и он ходит из этой жемчужины, каждый день рассказывает студентам то же самое. И за счет этого, как бы, имеет такой статус профессора, да, а человек, который по часу занимается каждый день, ну, профессор, скорее всего, тоже занимается, и потом он все больше и больше получает знаний. Но это не важно, как бы, нужно понять смысл, что если ты занимаешься по часу каждый день, на длинной дистанции, там, за 15 лет, не за 10, за 15, хорошо, ты догоняешь профессора по знанию. И будешь также понимать в любой области, в которой ты занимаешься, если она тебе интересна, если ты вкладываешь постоянно, там, каждый день, через день, какое-то внимание в эту область, ты будешь по знанию так же понимать, как будешь работать таким же знанием, каким был дать профессор. Ох, это моя первая попытка была сказать что-то внятное об оценках, я еще буду делать следующее. На этом пока все.